Привет! Вы на отличном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». А теперь маленькое объявление. Наш ресурс «АвтоСтронг-М» участвует в рейтинге Рунета. Поэтому, пожалуйста, пройдите по ссылочке в первом комментарии и проголосуйте за него. Спасибо, что поддержали. С такой поддержкой мы точно займем первое место. Ровно год назад мы начали снимать наши видео. Поэтому сегодня мы начнем новую рубрику и будем разбирать коробки. Итак, встречаем F17 от Opel. Пятиступенчатая механическая коробка F17 от GM является самой распространенной, но проблемной. Появилась она аж в 1989 году и ставилась на Opel Kadett E с такими моторами как 1.4S и 1.7D. Она до сих пор применяется на новых Opel Corsa, Opel Mokka. Также ее можно встретить на старых автомобилях Opel с объемом двигателя 1.6, 1.8 и даже 2.0, а также с дизельным 1.7. Она также ставилась на автомобилях Chevrolet, Cruze, Aveo, Trax и Tracker. Коробка рассчитана на передачу момента до 170 ньютон-метров и очень хорошо ходит в паре с двигателями до 110 лошадиных сил, то есть с объемом до 1.6. При работе с более мощными моторами, да еще и на более тяжелых машинах эта коробка изнашивается и часто выходит из строя. В этой коробке ломается буквально все, кроме корпуса. Любая проблема сопровождается гулом. Подтвердить источник гула можно вывесить машину на подъемник и раскрутив ведущие колеса. Если мы услышим гул, то значит коробка не в порядке. Коробки F17 существуют в нескольких вариантах и отличаются передаточными числами. То есть есть короткие коробки F17, а есть длинные, соответственно со сближенными либо растянутыми передаточными числами. Также есть несколько вариантов передаточных чисел для главной передачи. Главная передача – это дифференциал. Точную версию коробки можно узнать по маркировке. Маркировки бывают разные. Самые простые на коробках F17. Также есть еще зашифрованный вариант на коробке F17+, которая была сделана для двигателя 1.3 CDTI, но потом устанавливалась еще на другие новые автомобили Opel. Собственно из маркировки можно получить информацию об установленных рядах. Длинная коробка – это либо короткая, а также о передаточном отношении главной передачи. Но это необязательная информация должна соответствовать вашей коробке, потому что обычно с более мощными двигателями, например, 1.8, люди хотят более длинную коробку. А с более слабыми двигателями, такими как 1.4, люди хотят коробку короткую. В обоих случаях в маркировке четвертый символ с конца означает тип подобранных передач. То есть здесь у нас C, close, сближенный. Есть еще W, white, растянутый. А также есть в роботах EZ-Tronic обозначение E, economy. А последние три цифры в маркировке означают передаточное отношение главной передачи. Чем больше число, тем короче передача. Читаем маркировку нашей коробки. C, 374, C, close, то есть со сближенными передачами и 3,74 – это передаточное отношение главной передачи. И в данном случае это самый длинный дифференциал для коробки F17. А теперь поговорим о проблемах данной коробки. Первое. Она течет маслом по сальникам и уплотнениям. То есть объем заправки масла 1,7 и потеря нескольких сот граммов очень сильно влияет на ее ресурс. Далее проблема с механизмом выбора передач. Сейчас мы позовем нашего Пашу, которого вы так долго ждали. Он разберет это все и мы все подробно расскажем. Итак, встречаем наш любимый Павел. Паша разбирает коробку первый раз и у него все получится. Затруднение переключения передач или выбивание передач происходит из-за загрязнения либо износа механизма выбора передач, который представляет собой конструкцию, которая состоит из штоков, втулок и штифтов. Ремонтируется он просто ремкомплектом и обычно требует переборки каждые 100 тысяч километров. И снять его можно на автомобиле без демонтажа коробки. Итак, встречаем вот этот дифференциал, вот это его ведомая шестерня. Там корпус дифференциала. Также стоят два сателлита, то есть шестерни, которые вращают полуоси. Так вот, в коробке F17 разрушается дифференциал, а именно все его части. Оси сателлитов изнашиваются, на них появляется выработка. Затем они разбивают отверстия коробки дифференциала и могут буквально выскочить. Также стачиваются сами сателлиты и может сточиться ведомая шестерня. Все это происходит при резких стартах и интенсивном переключении. А при стартах с пробуксовкой бывали случаи, что сателлиты настолько нагревались, что прям приваривались к шестерням полуосей. То есть дифференциал здесь откровенно слабенький и все проблемы из-за неправильно подобранного сплава. В нашем случае дифференциал в полном порядке, выработка на сателлитах минимальная. Вот эта деталь называется регулировочная гайка. Закручивая ее мы убираем люфт дифференциала. А вот это шестеренки 5-й передачи. Синхронизатор 5-й передачи снимается при помощи съемника. Синхронизаторы нужны для синхронизации скорости вращения первичного и вторичного вала обычным языком, чтобы коробка не хрустела при переключении. Коробка F17 сделана из четырехступенчатой F13, поэтому шестерни 5-й передачи здесь находятся в отдельном корпусе. Удобнее всего шестерни снимаются двухлапым съемником, но у нас двухлапого сегодня не было. Удобнее всего шестерни снимаются двухлапым съемником. Вот мы достали дифференциал и теперь мы подробно можем показать, что там внутри. Вот те самые сателлиты, которые изнашиваются. И когда я говорил, что оси сателлитов разбивают отверстия в корпусе, я говорил про вот эти отверстия. Если есть проблемы по дифференциалу, то коробка сразу уходит в утиль. Либо же вам кто-то продаст хороший дифференциал, либо же вы обратитесь в AutoStrong за отличной коробкой. Идем дальше. Вот первичный вал, который вращается от двигателя через корзину сцепления. Вот это вторичный вал. Он здесь как елочка, потому что там внутри синхронизаторы. Когда вы перемещаете рычаг в продольном направлении, то получается вот такая штука и передача переключается. Шестерни первичного и вторичного вала всегда находятся в зацеплении, но крутящий момент не передается на вторичный вал, пока вы не включите передачу. Вот это шестерня задней передачи, а вот это вилки переключения передач. Вилка переключения передач 5-й передачи, вилка переключения передач 3-й и 4-й передачи. И, соответственно, последняя вилка переключения 1-й и 2-й передачи. Самая распространенная проблема коробки F17 – это износ подшипников вторичного вала. Вот вторичный вал, вот подшипник вторичного вала, и посмотрите, там ролики, которые обегают вал. Что случается? Изнашиваются ролики, задирают вал, и коробка начинает гудеть. В таком случае можно поменять подшипник, а вот что сделать с валом – большой вопрос. Его можно обточить, поставить втулку и попытаться собрать это все обратно. Из-за износа подшипников возникает радиальный люфт вторичного вала. Также возникает люфт первичного вала. Тогда коробка F17 издает рокот и цокот на холостом ходу. Но эта проблема поддается ремонту. Нужно подобрать регулировочные шайбы, которые устраняют осевой люфт. Установить их можно, сняв крышку, там где находится 5-я передача, и установить шайбы. А при разрушении синхронизаторов на коробке F17, да и на любой другой, плохо и с хрустом включаются передачи. Здесь особенно вторая и четвертая. По факту мы разобрали отличную коробку, которая еще ходила и ходила бы. Даже на магните нет стружки. Разборка закончена. Как бы не мотор, не столько деталей, но тоже интересно. Поэтому напишите в комментариях, какие коробки вы хотели бы видеть на разбор. Разумеется, что очень скоро мы дойдем и до автоматов. Если вы хотите знать о моторах и запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал. Заходите на наши соцсети. Скоро грядут отличные акции. Покупайте у нас качественные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok